Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». В эфире снова программа «Дневной разворот» в Кирове. Николай Голиков и Владимир Сметанин. Да, мы по-прежнему в этой студии чуть-чуть отлучились, отдохнули вот с новыми силами, что называется. И у нас по-прежнему продолжается наш бушской понедельник. Да, потому что у нас снова в студии исключительно люди мужского пола. Ну, давайте заявляем тему. Муниципальные кинотеатры объединили. Как это отразится на зрителях? Мы ведем речь о том, что на последнем заседании Городской думы в конце мая было принято решение о передаче двух кинотеатров «Октябрь» и «Дружба» в десятилетнюю аренду. Собственно, культурному фонду «Эрмитаж» и кинотеатру «Смена». Или кинотеатру «Смена» просто. Кинотеатру «Смена». Да, кинотеатру «Смена». Так проще и понятнее. И на эту тему, собственно, обоснование этого всего и что нам ожидать в будущем. На эту тему мы поговорим с Алексеем Шутовым, депутатом Кировской городской думы, председателем комиссии по имуществу и земельным отношениям. Добрый день. Добрый день. И Владимир Ивонин у нас еще в гостях, директор культурного фонда «Эрмитаж» и кинотеатра «Смена». Добрый день. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Здрасте. На сайте kirov.ru и на странице ВКонтакте, напомню, есть опрос. Все просто. Насколько часто вы ходите в кинотеатр? Раз в неделю, раз в месяц, раз в несколько месяцев. Уже забыл, когда там был последний раз. На странице ВКонтакте лидирует вариант ответа раз несколько в месяцев, 40%. На втором месте уже забыл, когда там был в последний раз. Ситуация с голосованием на сайте kirov.ru, ну тут побольше процентов. Вариант раз в несколько месяцев, это первое место 60%. Вот так. То есть все-таки люди в кино ходят. Ну, я проголосовал за вариант, уже забыл, когда там был в последний раз. Нет, я поставил вариант раз в несколько месяцев, но и то не потому, что я стал ходить в кино, а потому что оно растет, подрастающее поколение, оно тоже требует, чтобы его сводили. Ну, я отношусь... У тебя скоро тоже вырастет, так что не переживай. Пока я отношусь к той части людей, которые считают, что по большому счету в наших кинотеатрах, ну, как-то вот посмотреть-то особо нечего. Ну, это так, это моя позиция. Ну, наша позиция тоже надо все-таки менять что-то в нашем городе. Поэтому, собственно, и тема эта есть, она действительно сейчас на слуху, и действительно решение думать такое принято. Поэтому... Но я зайду, немножко улучшу статистику, хотя бы раз в месяц я стараюсь посещать кировские кинотеатры. Да, ради того, чтобы посетить, либо действительно... Для того, чтобы улучшить статистику. Или действительно интересно, та картина, которая идет... Ну, на самом деле, несмотря на то, что дома есть и хороший звук, и приличная картинка, может быть, так уже сложилось с детства, что поход в кинотеатр, он, ну, является неким событием. Прежде всего, с семейным, то есть, это поход не одиночный, то есть, я не один иду, то есть, как правило, мы идем с семьей и смотрим что-то. Ну, а сын у меня, вообще, завзятый киноман и ходит еженедельно. По кинотеатрам, не пропуская, ну, для его возраста, все, что можно посмотреть, куда пустят, смотрят все. Ну, давайте сейчас как раз-таки, да, к решению городской думы, уже переходим, да. Да, собственно говоря, ближе к теме. Где истоки-то этого решения скрываются? В чем причины? Но причины, прежде всего, в том, что предыдущий арендатор ушел в банкротство, оставив более двух миллионов долгов городу. Это вот по дружбе и по октябрю, да? По дружбе и по октябрю. Соответственно, уже много месяцев по обоим кинотеатрам складывалась очень не устраивавшая, ну, и депутатов в том числе, и администрацию города ситуация, когда там есть некое лицо, которое без достаточных юридических оснований занимает муниципальное имущество, да, вносит какие-то деньги за фактическое занятие, но и даже не в стопроцентной сумме, предусмотренной договором с вот тем банкротом. Поэтому ситуацию надо было менять и достаточно быстро, на мой взгляд. То есть, попросту, арендатор не оплачивал аренду эту, да? Арендатор долгое время не оплачивал аренду, это сумма 2 миллиона, это порядка, ну, ориентир примерно годовой арендной платы. Не оплачивал, более того, что, ну, уйдя в банкротство, мы понимаем, что у нас очень редкие случаи, когда кто-то оздоровился, рассчитался с долгами. Ну, я вот, как юрист, такую ситуацию не слышал на своей памяти, кто-то, может быть, позвонит и поправит. Поэтому надежд, откровенно говоря, немного на то, что город эти 2 миллиона долгов когда-то получит. Арендатора как-то пытались на протяжении этого времени вызывать к совести? Есть, ведется работа и претензионная, и исковая, то есть, есть решения соответствующие и расторжение договора и так далее. Вот, но перспективы, они могут быть плачевны. К тому же, само юридическое лицо, оно не кировское. То есть, здесь действительно был, так сказать, представитель, который действовал по доверенности. Только. Так, если не ошибаюсь, речь идет о Роскино. Да. А почему вот именно вопрос возник, что вот решение этой проблемы вот именно связано с кинотеатром «Смена»? Как так? Почему вот решили, что именно так стоит решить этот вопрос? Ну, собственно, есть несколько аспектов, да. То есть, во-первых, есть, собственно, три муниципальных кинотеатра, находящихся в муниципальных, собственно, сохранившихся советских фреон, но пока ничего не построено. То есть, «Смена», «Дружба» и «Октябрь». То есть, были еще кинотеатры, как помнят кировчане. Да, был мир, был Восток, были «Алая паруса», была победа. Вот, поэтому, ну, первое, все-таки, желание сохранить в надежде на то, что киноискусство будет жить в массах и не умрет, несмотря на наличие интернетов, телевидений, каких-то там сотен каналов и так далее. И это действительно так, и примеры есть успешной деятельности, в частности, по кинотеатру «Смена». То есть, его арендует некоммерческая организация и в течение длительного периода, ну, показывает пример успешного развития вот этого направления деятельности. Поэтому, собственно, вот в апреле первый раз вот такой вопрос был вынесен на комиссию по имущество-земельным отношениям. Именно, то есть, надо было достаточно быстро найти эффективное разрешение возникшей ситуации. То есть, вот это решение, передача всех муниципальных кинотеатров в управление одной организацией, она обсуждалась. Вопрос был вынесен на Думу, но все-таки администрация, решив еще больше, так сказать, социальных вопросов в предполагаемые договоры аренды внести, вопрос все-таки сняла с повестки апрельской думы, перенеся на майскую. То есть, еще на месяц, да? Это для социально незащищенных слоев населения, это участие в общегородских мероприятиях, это много дней в году. То есть, я так понимаю, будет приурочено к каким-то там, например, День города. Кинотеатры у нас не в стороне, они показывают то, что нужно городу, проводят мероприятия интересные. То есть, работают как бы вместе с городом. Вместе с городом. То есть, вот эта идея, собственно, была предложена администрацией и поддержана депутатами при условии того, что вот смена некоммерческого партнерства будет регулярно отчитываться. То есть, будет очень четкий контроль соблюдения всех условий. В договорах прописана возможность одностороннего внесудебного расторжения этих договоров. Поэтому, ну, вопрос дальнейший, так сказать, будет, ну, безусловно, на контроле. А какие еще варианты были, собственно, решения вот этой проблемы неэффективного управления октябрем и дружбой? Обсуждались какие-то еще варианты? Варианты были какие-то. То есть, мы, в том числе, на комиссии присутствовала представитель вот этой банкротной организации, которая говорила о том, что сейчас вот зарегистрировано новое ООО, и даже не одно, которое, в принципе, вот готово с чистого листа, так сказать, начинать. То есть, вы нам простите эти два миллиона, и мы продолжим? Да, что я вроде вот к тем москвичам отношения не имею. Хотя, в общем-то, ну, у нас Киров-то не Москва, город маленький, и поэтому очень быстро Реноме себе можно испортить. Ну, примерно такая была реакция у депутатов. То есть, ну, соответственно, ну, послушали. То есть, ну да, действительно есть какое-то юрлицо, там, свеже зарегистрированное, как говорится, с непонятной перспективой, скажем. И происхождение. Владимир Анатольевич, вот у нас как-то совсем вы из разговора немножко вышли. Вам это все досталось все-таки. Вы смотрите, вы в смене-то ведь уже много лет, да? Более 15 лет. Более 15 лет, да, я помню. И как-то ведь не так уж легко было привести ее в то состояние, в котором она сейчас находится. Ну да, нелегко было, конечно, привести, но все-таки у нас это получилось. И вы себе вот сейчас, так сказать, на спину взваливаете еще две точки, которые тоже будет нелегко. Ну да, ничего легкого там не предвидится, конечно. Вам это надо? Ну, знаете, вот мы уже, так сказать, привыкли к тому, что мы активно как-то проявляем себя в этой сфере, где мы работаем, привыкли выкладываться, привыкли делать все, как говорится, на 100%. Ну и привыкли участвовать активно в жизни города. Вот как-то так у нас это все сложилось. И, наверное, и при принятии решений городом, когда город, в общем, искал, ну, кто же все-таки будет, так сказать, заниматься этими площадками, я буду говорить, тоже нелегкими, вот, в частности, даже потому что однозальники на сегодняшний день – это не самое, так сказать, лучшее вообще предложение из того, что есть. Но, тем не менее, город смотрел, ну, наверное, на результаты деятельности все-таки и на вовлеченность в общественную жизнь города. То есть, насколько все-таки, ну, понятно, что сегодня ответственность каждого, кто занимается делом каким-то, вот, приносящим доход, да, не ограничена тем, что ты вот что-то там зарабатываешь, да. Встает все-таки вопрос, что это для людей-то все-таки для города. Вот, если ты вот сам горожанин, да, если ты живешь в этом городе, да, ты не можешь быть, как бы, не в стороне стоять, да, от города. А если у тебя еще и площадка, там, которая достаточно большое количество людей посещает, ну, это уже сам Бог велел, чтобы пользу приносить для всех горожан. — Нет, ну, это все, конечно, понятно, но, вот, смотрите, вы же говорите, да, вот те же однозальники. Сейчас, как это называется-то красиво? — Мультиплекс. — Мультиплекс, да, вот, мультиплекс. Мультиплекс — это правильно, однозальник — это неправильно. — М-8 и без 15, там, залов, вот, с точки зрения, допустим, киносферы, вот, деятельности, это вот, как бы, нормально, то есть. — То есть вам же придется какую-то реконструкцию проводить в этих кинотеатрах. — А в чем проблема? — Это же, опять же, затраты какие. — А поясните, в чем проблема? — Ремонтировать просто. — Это невозможность крутить несколько фильмов, да? — Ну, да. — Одновременно, да? — Ну, просто дают, обычно всегда предлагают те компании, которым нужно сотрудничать, с ними обязательно нужно сотрудничать, они обязательно предлагают несколько фильмов. Ты не можешь у них взять один фильм, там, вот, а, конечно, нужно несколько фильмов, у тебя должно быть несколько экранов, там, вот, если ты не берешь, то ты уже, конечно, находишься в худшем положении по сравнению с остальными участниками кинопроцесса. — Вот, и здесь преимущества какие, то есть, допустим, имея, скажем так, ну, побольше экранов, ты, собственно говоря, и у дистрибьюторов, да, которые фильмы поставляют, да, ты у них уже на лучшем счету находишься, и они получите условия могут сделать, да, это, в свою очередь, может привести к тому, что у тебя будет возможность даже и билеты более доступными сделать там, вот, это, конечно, так. Ну, и репутация, конечно, самого города, как киноплощадки в целом тоже складывается из того, что, как городские площадки работают, да, а не только, скажем так, московские там какие-то, скажем, сети, да, которые приходят там, например, да, и, скажем, ну, что ж там скрывать там особой какой-то вовлеченности в жизнь города, от них ведь ждать не приходится, это понятно тоже, то есть, понятно, зачем они пришли там и так далее. Вот, а здесь все-таки, ну, видится, что кинотеатры-то это все-таки культурный центр, раз, и общественный центр общественной жизни, два, вот, поэтому, ну, надо работать реально, а не на словах, то есть, вот сейчас есть такое понятие социальное партнерство, да, то есть все больше и больше, как бы, к этому внимания сейчас привлекается, и, ну, сначала это был просто термин, да, сейчас же, например, ну, конечно, наступает время, когда это уже в жизни все реализуется. Вот, и, наверное, одной из причин того, что на нас выбор пал, наверное, то, что вот это социальное партнерство-то мы в смене-то как раз и реализовываем на практике, на практике, а не на словах, то есть, скажем, у нас там более там 40 социальных партнеров, да, вот более 25 организаций, с кем у нас заключены договора о социальном партнерстве, да, и это просто не на бумаге, а это мы сначала работаем, а потом уже заключаем социальное партнерство договора. — А в чём суть этих договоров? — Каковы реальные дела? — Реальные дела такие, что постоянно практически со всеми некоммерческими организациями города мы сотрудничаем и проводим для них на бесплатной социальной основе совместные мероприятия. То есть их мероприятия, и помогаем им, и собственные социальные мероприятия проводим. То есть в таком объёме, что я не хочу, как говорится, цитировать, но достаточно большой объём этих всех мероприятий. Ещё интересный есть такой момент. Это частное государственное партнёрство, то есть партнёрство с органами, скажем, управления городом. Это вообще отдельная программа такая, с которой постоянно, допустим, смена работает. То есть на постоянной основе, не разово, а постоянно. Вот эти же договора социального партнёрства — это договора постоянной работы, ежегодной работы. То есть оно заключается не на одном мероприятии, а на год, на два, на три года. И просто, допустим, раз, и идёт текущее мероприятие, и мы уже не заключаем отдельных соглашений, а просто в рамках данного социального соглашения мы работаем. То есть оно не предполагает каких-то материальных факторов, каких-то оплаты и так далее, потому что, по сути, свои социально-партнёрские отношения, они строятся на отношениях взаимопомощи именно такой социальной. Потому что проекты — это не коммерческие проекты, а социальные проекты. — Ну, бывали уже в «Дружбе» и в «Октябре»? Видели своими-то глазами? — Ну, да. — Масштабы бедствия-то видели уже, оценили? — Ну, естественно, конечно, было. Было, и, ну, опять же, говорю, что мёда там никого нет. Есть много работы, море работы. Вот, поэтому... — Какие сейчас задачи конкретные ставите? Технического плана, иного какого-то? — Ну, и технические. — О реконструкции идёт речь, в первую очередь? — Ну, идёт, конечно. О ремонте идёт, о капитальном, о текущем идёт ремонте. Ну, много там работы, конечно. Конечно, много. — А деньги где? — Хороший вопрос. — Мы соизмеряем свои возможности. — А чисто вот как-то вопросы по срокам, то есть, когда можно ждать, что «Дружба» и «Октябрь» как-то снова к нам вернутся в качестве таких культурных объектов активных? — То есть, когда выхлопы-то, когда ожидать? — Когда вы планируете с этим более-менее справиться, разобраться? — Ну, я думаю, что реальные сроки, но осенью, наверное, где-то. — Уже осенью? — Да. — То есть, уже осенью как бы можно было заметить оживление у этих зданий? — Я думаю, что да. — Алексей Владимирович, а город, бюджет города, он сейчас никоим образом не участвует, да? — На основании тех соглашений, которые заключены. Я имею в виду, на реконструкцию, на ремонт город уже ничего не будет выделять? — Город выделять не будет, но в городе действует программа, по которой затраты капитального характера могут быть отнесены в зачет арендной платы. — А учитывая то, что, например, кинотеатр «Октябрь» является, как известно, памятником историко-культурного наследия. — В 1936 году, если не ошибаюсь, был построен «Октябрь», да? — Да, то есть он в списке, поэтому там его внешний вид, и всё такое, надо ещё и согласовывать все действия. И это один из действительно таких архитектурных объектов, которые, наверное, надо постараться сохранить, привести в порядок, начиная с лестницы, даже не с вешалки и так далее. — Вроде бы где-то лет 8 назад «Октябрь» уже ремонтировали, даже торжественно вводили. Что-то такое было, на день города большое мероприятие, вроде был ремонт, да, и что вот и снова? — На самом деле было, даже больше того, то есть вот какие-то затраты капитального характера производились по октябрю, были зачёты паренной плате, то есть всё-таки город позицию занимал не только ту, что там с арендатора выжать максимум денег, и на этом всё. То есть город, действуя как собственник, всё-таки выступает ещё и в том плане, чтобы этот объект, его стоимость, оценку улучшить. Это можно делать за счёт того, чтобы стимулировать арендатора производить там капитальный ремонт, то есть сохранять и переумножать. Поэтому, ну, я надеюсь, что, так сказать, если эта программа будет действовать, то новый арендатор, соблюдая все требования, тоже сможет, ну, хотя бы частично что-то там. — А почему на 10 лет договор аренда заключён? — Ну, всё, что больше пяти лет, прежде всего, производится с согласия Думы, 10 лет обсуждался как период, достаточный для того, чтобы арендатор мог спланировать и провести действительно работы достаточно серьёзные. Там, ну, все, наверное, согласятся с тем, что, ну, действительно требуется провести вложения, не просто, так сказать, чего-то там подзамазать, ну, не хочется это, так сказать, видеть. То есть, и всё-таки, несмотря на то, что организация некоммерческая, всё равно, ну, наверное, люди считают свои затраты и, ну, хотели бы всё-таки, ну, не в убыток. — Хотели бы успеть их ещё возместить, поэтому срок определённым нужен. — Да, предварительно экономический расчёт показывает, что, ну, и сейчас кинотеатры — это действительно не настолько экономически привлекательная сфера деятельности. То есть, этот фактор тоже учитывался в определении срока. То есть, очень быстро вложения, предполагаемые, многомиллионные в эти объекты убить. Но кинотеатры, именно используя только как кинотеатры, ещё и с такой социальной нагрузкой, которую мы дали, мы понимаем, что, ну, если определить срок пять лет, это значит... — Пять лет человек будет тратить деньги, а, собственно говоря, когда надо будет их возобновлять, аренда кончится. — Да, вот, примерно так. Поэтому всё-таки здесь мотив есть создать отношения стабильные, экономически прогнозируемые обеими сторонами, и арендодателям, и арендаторам. Поэтому срок такой. Но, опять же, я повторюсь, при чётком поставленном контроле со стороны арендодателя, со стороны администрации города. Давайте сейчас прервёмся на небольшую рекламу, после которой у нас ещё будет время продолжить наш разговор. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот». Я напомню, что мы говорим об объединении трёх муниципальных кинотеатров «Смена, Дружба и Октябрь». В гостях у нас Алексей Шутов, депутат Кировской гордумы, председатель комиссии гордумы по имуществу и земельным отношениям, и Владимир Ивонин, директор культурного фонда «Эрмитаж» и кинотеатра «Смена». Хотелось бы ещё спросить, а что люди-то ещё получат, собственно, с этими изменениями? Ну вот СМИ сразу написали о том, что билеты на кинопоказ будут дешевле, чем в других кинотеатрах. Но их, конечно, у нас немного, можно по пальцам пересчитать. — Ну я скорее, наверное, даже немножко сформулировал по-другому вопросу. Смотрите, вот мы сейчас представляем, как работает кинотеатр «Смена», представляем там, условно говоря, контингент людей, которые его посещают. Вот мы когда с Владимиром говорили, он как бы из такого, из детского кинотеатра, да, им удалось за эти долгие годы сделать, позиционировать, как такой кинотеатр для семейного посещения. А вот ещё два кинотеатра, чем они будут отличаться от «Смены» и будут ли? Или это будут ещё такие два дубля «Смены»? — Ну в чём-то они, конечно же, воспримут опыт «Смены», положительный опыт «Смены», конечно, в основном воспримут. Ну и в том числе, но всё-таки у каждого кинотеатра планируется своё лицо. — Вот-вот-вот, об этом как раз поподробнее. — Ну поподробнее, наверное, преждевременно сейчас говорить поподробнее. — Ну как хотелось бы, как вы видите это? — Я лучше скажу, что будет общего у них. Общего у них будет это клиентоориентированный сервис, это будет профессиональное управленческое решение, которое обеспечивается тем, что у нас сейчас есть профессиональная команда киноуправленцев, которые в этой сфере уже более 10 лет. — Ну и оптимальное соотношение, скажем так, качества услуг, спроса и предложения. — И цены на билет. — И цены на билет, конечно же. — Вот это вот, я бы сказал, что общее то, что будет. То есть, наверное, какие-то гарантированные стандарты обслуживания, гарантированный уровень дружелюбия персонала. Потому что чем хорошо здесь, когда объединяются эти площадки, тем, что единое будет, единое качество, скажем, сервисы, единое качество услуг, достаточно планка у нас взята на этот счёт, я считаю, нормально. — А в части, скажем так, репертуарной, если так можно выразиться? — Ну, репертуарная, да. Есть тут сторона, конечно же. — Ну, то есть, помните, да, в своё время, по-моему, дружба же у нас так тоже позиционировала себя как некий такой центр русского кино, центр российского кино, да? — Ну, я бы сказал... — Или вот такого рода вещей не будете вы делать? — Нет, конечно же, будем. То есть российское кино, оно всегда присутствовало и присутствует, и будет присутствовать на нашей площадке. На нашей площадке сейчас оно тоже присутствует. — А если ещё и квоту ведутся, о чём там? Некоторые давно говорили, да? — Ну, как практика показывает, какие-то регулирования сверху в таких вопросах всё-таки не совсем, наверное, может быть, эффективны, потому что публика, наверное, всё-таки должна сама выбрать, что ей смотреть. И, наверное, так. Но особенность нашей ещё репертуарной политики такая, что обязательно детско-семейные, скажем так, фильмы обязательно у нас всегда есть в нашем репертуаре. — И они будут в этих кинотеатрах? — Обязательно, конечно же. Обязательно всё будут. Потом мы... Обязательно у нас есть такая сторона, как авторское кино. — А в смене как-то я что-то так не очень замечал. — Есть, есть, да. Ну, может быть, Николай, наверное, очень занятой человек, я знаю. — В общем, последний за этим процессом. — Ну, хотя бы в 2014 году, вот я просто приведу примеры, да, там, Манхэттсенский кинофестиваль был. — Это я помню, да, я помню. — Да, шорт, вот, короткометражные... — Короткометражки были. — Короткометражные фильмы, да. Но полнометражные, чтобы сделать фестиваль полнометражных фильмов, ну, это, наверное, ресурс, наверное, должен быть несколько иного. — Нет, ну, нас же проводят летом, там, под этим небом, показ вполне нормального полного метра, там, из Франции, там, из Германии, вот, ребята делают на площадке Утюза. — Ну, у нас... — Десять вечеров, да, да, десять вечеров, да. — Ну, это отличная инициатива творческая, то есть, и мы у нас тоже есть в планах. — Что-то вот такого плана, вот, если говорить именно о авторском кинофестивале. — Я думаю, что, да, можно. — Вполне возможно, да, вполне возможно. — Вот на этих вот новых площадках. — Можно на этих, в том числе, площадках. — Чего-то такого взрослого хочется. — Ну, почему нет? — Хорошо понял. — А, кстати, я помню, у октября была такая фишка, может, я не знаю, не только октября фишка, когда был показ не картин, а... — Концерт. — Концерт. — Да, вот я как раз туда ходил, помнится, на Ледзепплин 2007 года, да, с удовольствием. — Возьмете на вооружение как-то? — Конечно, конечно. Так мы первыми начали вообще вот эту практику концертов, показывать еще далеко, еще до октября, который он стал показывать. Но мы первые начали в городе показывать концерты всем. Вот, и скажу больше, допустим, у нас практика в 2014 году была. Театральный сезон целый спектакль, как бы, да, у нас проходил. Вот, ну, да. Николай, так смотрю. — То есть можно, я нет, я смотрю, потому что вот это как раз я пропустил, поэтому я жду, когда ты скажешь, кому покажешь. — Театральный, целый международный, да, международный театральный сезон у нас был. — Вот так вот. То есть можно ходить как в театр. — Как в театр, да, можно ходить и ходить. — Мне всегда интересовался вопрос, а как вообще формируется цена билета в кино? — Ну, цена билета... — Мы сейчас с перерывом немножко об этом поговорили, да? — Она, ну, скажу так, для разных категорий, скажем, формируется, исходя из их социальной, так сказать, ориентированности. Вот. То есть для горожан, вот, соответственно, планироваться комфортная какая-то ценовая категория на основе, то есть, на принципе, доступность и для семейной аудитории, скажем так, ориентируемся. Вот. Для, скажем так, категории социальной такой, скажем так, поддержки, которые требуют, да, там, пенсионеры, дети, например, да, то есть для них, соответственно, из-за этого тоже исходим. То есть, ну, не должна быть высокая цена по определениям просто. — Вот здесь мы вспомнили про кинотеатр «Смена» тоже впервые, да, вот об этих утренних сеансах еще советского времени, когда вход стоил 10 копеек, да я вспомнил, что ведь у нашего банка есть вполне официальный курс советского рубля к русскому рублю, 124 рубля 20 копеек за один советский рубль сейчас дают. Получается, 10 копеек — это всего 12 рублей должен быть билет на утренний сеанс. — Ну... — Нет таких чудес? — Видите, если такие билеты сделать, ну, просто придется, наверное, закрыть все кинотеатры, потому что они не смогут просто свои затраты погрешать. Ну, наверное, вот так. — То есть вы не по курсу работаете, Центробанк? — Ну, как сказать, курс, он ведь тоже, допустим, есть... — Да понятно, что это условная, безусловная, это так, скорее шутка, нежели такую. Но хотя в каждой шутке есть доля. — Алексей Владимирович, не могу не спросить ваших комментариев, как руководителя комитета этого Гордумы, как юриста, позиция Федеральной антимонопольной службы по данному вопросу. Как известно, антимонопольщики претензии вы сказали, да? — Ну, Артем Владимирович сказал, что это как бы неправильно, да, неправильно. — Нужен был конкурс, вот основная претензия. — Ну, он считает, что лучше было бы провести конкурс? — Нет, ну, давайте так, то есть я думаю, что антимонопольная служба выполняет свою функцию, и это правильно. То есть сейчас, насколько мне известно, запрошены все документы, имеющие отношение к данному делу, поэтому, ну, разберутся. То есть это их компетенция, и это правильно. То есть все-таки вот этот механизм сдержек и противовесов должен работать. Поэтому очень хорошо, потому что, ну, так скажем, в городских коридорах власти есть мнение, исходя из анализа закона, то, что для некоммерческой организации по решению Думы предоставление помещения в аренду для социально ориентированных вот этих вот общегородских функций возможно без проведения конкурса. То есть, соответственно, депутаты исходили из того, что есть лицо, которое себя действительно на протяжении более 10 лет зарекомендовало как профессионал в данной сфере, при этом еще и как аккуратный, так сказать, плательщик-арендатор. Поэтому, ну, от добра добра не ищут. То есть исходили, ну, совершенно нормальной человеческой логикой. То есть можно провериться еще раз, еще 2 миллиона накопить, но что-то сильно не хочется. А вот, Владимир Анатольевич, а если бы город объявил конкурс? Вот именно взял и объявил конкурс, вы бы участвовали? Конечно. Почему нет? Дело в том, что тут, скорее, еще такая сторона есть, то, что тут конкурс не может быть проведен, может быть аукцион. Потому что конкурс, там определенные виды аукцион. То есть аукцион, это значит, кто больше, грубо говоря, просто денег даст за аренду, тот и, так сказать, и побеждает. В случае о социальной стороне, скажем так, вопрос вообще речи не идет. То есть здесь, наверное, вот такой момент существует. Еще один вопрос хочу задать, возвращаясь к началу нашего разговора. Вот 2 миллиона неуплаченных арендных платежей за дружбу и октябрь. Ну, сумма, казалось бы, небольшая, зная бюджет города, но все-таки 2 миллиона. Детский сад не построишь, но несколько детских спортивных площадок это точно построишь. Есть все-таки надежда на то, что сумма будет все-таки внесена в бюджет? У меня, честно признаться, сомнения большие, потому что банкротство есть банкротство. То есть включились, так сказать, кредитором в реестр и долго и терпеливо ждете. Я так понимаю еще и в связи с тем, что администрация города Кирова со строчкой в 2 миллиона в этом реестре будет очень-очень не на первых местах. Не на первой очереди. Поэтому, ну, как бы нерешающих голосов на собраниях, кредитов, ничего. Ну, то есть, в общем, терпеливо ждете, а потом там копейку с рубля, в лучшем случае, там, либо вообще ноль. Хорошо, давайте быстро подвожу итоги опроса. У нас тут ничего не изменилось. На первом месте вариант ответа раз в несколько месяцев посещаю кинотеатр. На втором месте уже забыл, когда там был в последний раз. Ну, и на третьем месте раз в месяц. Ну, я, как всегда, скажу, что я надеюсь, что после нашей встречи все-таки число людей, которые посещают кинотеатры, в том числе кинотеатры, смена, увеличится. Ну, и, собственно, как мы услышали, осенью мы уже можем увидеть изменения в октябре и в дружбе. Нам повезет. Спасибо нашим гостям, Алексей Шутов и Владимир Ивонин. Всего доброго. Всего доброго. Удачи вам. Да, я, кстати, не прощаюсь. До встречи в особом мнении через 20 минут.